Трубе с голубым топливом в небольших поселениях радуются как к настоящему чуду. Например, в станице Камышеватской Ейского района газ появился всего месяц назад. До этого топили по старинке дровами и углем. Но такие дедовские методы на Кубани постепенно уходят в прошлое. За последние три года в регионе газифицировали 74 села. Просьбы обеспечить современным топливом едва ли не самые частые в обращениях граждан в краевую администрацию. Получается, что мы на окраине находимся и когда общая газификация прошла, мы немножечко в стороне остались. И там были обещаны в тот момент, как это называется, коран непосредственно для нашего микроволенщика. Но так получилось, что в проекте как-то мы проскочили мимо, что ли. Сегодня уровень газификации в крае больше 83%. К 2030 году этот показатель должен достичь 95%. Такую задачу поставил сегодня губернатор. И в этом вопросе важно расставить приоритеты и разработать четкий план, где будет указано, где, у кого и когда появится голубое топливо. Сейчас худший показатель обеспеченности газом – 14% у Туапсинского района с его сложным горным рельефом. Но есть проблемы и наравнение. Низкие показатели у Кущевского и Крыловского районов. Объездная палка – 265 человек проживает. Худ Арваровского – 150 человек. То есть у нас крупные населенные пункты, все газифицированы. Небольшие населенные пункты у нас пользуются баллонным газом. Эту сумму, я вам сказал, 12,5 километров протянуть 51,5 миллион рублей. Поэтому, конечно, мы исходим из здравого смысла и смотрим, что у нас в очередности. Илья Александрович, вот я абсолютно, коллега, с вами согласен за подход здравого смысла. Если приоритет можно расставить там, где количество людей достаточно большое проживает, конечно, надо газ проводить. Вот исходите, вы правильно сказали, здравого смысла и приоритета. Нам просто нужно вот такую позицию занять. Там, где нет, сказать, слушайте, вот нет. Либо в 40-м году, либо-либо. А там, где уж точно сказали, что будет, ну тогда все. Все. Тогда все силы бросили на то, чтобы газ у людей появился. Потому что у них снова, наверное, уже в какой раз появится надежда. А если она уже появится на надежде, тогда мы не имеем права в очередной раз уже, и в какой по счету, неизвестно, их подвезти. Вот в чем момент. То есть должна быть правдивость, еще раз подчеркиваю, наших слов. Особое внимание глава региона обращает на садовые товарищества, в которых зачастую люди живут на постоянной основе. Подвезти газ в такие объекты за счет бюджета не позволяет закон. Подобные территории просто не входят в состав поселений. Но это не значит, что людей нужно оставлять один на один с коммунальными трудностями. Мы эту проблему все время обходим, потому что мы говорим, что это невозможно, потому что садовые товарищества – это вообще чуть ли не отдельная территория. И тем не менее, там же живут люди. В садовых товариществах живут люди. И оставлять их за чертой жизни, ну, будет неправильно. Неправильно. Поэтому тоже здесь мы должны разобраться и понимать, как нам подключать газу, а газифицировать. Поэтому давайте тогда тоже, допустим, дорожную карту разработаем. И по тем, садовым товариществам, там тоже количество жалоб достаточно большое. Евгений Владимирович, тогда посмотрите и возьмите тоже на контроль и их. Один из вариантов решения проблемы – присоединять территории садовых товариществ к селам и городам. По такому пути уже пошли в Новороссийске. Сегодня те, которые включены в черту населенного пункта, их более 20 уже, у них всего у нас 224. Но которые включены, согласно, мы входим каждый год в краевую программу. Спасибо огромное за понимание. И вот благодаря краевой программе мы газифицировали уже более 20 бывших СНТ. Еще одна проблема развития газовой сети – отсутствие свободных мощностей. В крае примерно 25% распределительных станций не справляются с возрастающей нагрузкой, из-за чего в трубе падает давление газа. Чтобы решить проблему, необходимо строить дополнительные магистрали, которые соединят свободные и перегруженные пункты. Важно, как в нашей государственной программе, по которой мы сегодня предоставляем денежные средства районам, предусмотреть дополнительное финансирование ежегодно в размере 300 миллионов рублей. И по этой программе мы будем эти закольцовки строить. Соответственно, денежные средства, они не велики, а эффект, который будет, это очень большой. Кроме газификации поселений, на краевом планерном совещании обсуждали повышение ответственности управляющих компаний. По словам губернатора, растет не только количество таких организаций, но и жалобы населения на их работу. Госжилинспекция Края должна усилить контроль над обслуживающими дома фирмами и ТСЖ. Госжилинспекция должна приявить свою принципиальную позицию и помогать жильцам, в том числе, собирать общие собрания. Потому что, насколько мне известно, управляющие компании очень активно препятствуют. Но вот здесь мы должны стоять на сторону жильцов. Еще раз подчеркнув, жильцов. Потому что они есть потребители, они есть те, кто платит. Они хотят платить соразмерно стоимости и качество услуг, которые получают. Они получают квитанцию от управляющих компаний, где не совсем они понимают, сколько и за что они должны платить. И почему именно столько. И на любые вопросы управляющие компании вообще порой ответов даже не получают. Мы не можем мириться с такой ситуацией. Еще раз подчеркнув, для нас очень хороший выход перейти на прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающей организацией. И мы должны быть, наверное, в этом заинтересованы. Потому что в противном случае мы уберем проблему, которая множится. Жильцы хотят, ресурсоснабжающие организации хотят. Они хотят напрямую уже взаимодействовать. Потому что проблем с управляющими компаниями много. Но управляющая компания, получается, здесь рулит. Как бы, грубо говоря, хвост рулит собакой. Это никуда не годится. Так нельзя дальше просто испытывать терпение, еще раз подчеркиваю, жильцов. Нельзя. И управляющие компании должны здесь задуматься, насколько такая работа нужна. Сегодня в регионе больше 700 управляющих компаний. Рынок откровенно перенасыщен. При этом шестая часть таких организаций не ведет никакую деятельность. Губернатор поручил Госжилы инспекции края разработать и внести предложение в Министерство строительства России. По ужесточению правил лицензирования. Это позволит избавиться от недобросовестных управляющих компаний. А значит, одной коммунальной проблемой в регионе станет. Меньше. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.